так всем привет всем привет это его вчера я сказал что финальный ролик в окно и сегодня записано по классике сейчас я в дороге поэтому камеру смотреть часто не получится но решил время не терять потому что выделить отдельный кусок как раз возможно не получится пока еду могу поговорить не знаю если это будет плохо восприниматься больше так делать значит про что мы не успели все-таки поговорить я хотелось это про фидбэк вчера я уже как бы устал за часовой язык уже еле ворочался в конце там вообще еле говорю вот поэтому наверное вчера и не следует делать и сегодня отдельным роликом значит поговорим начнем естественно с цитаты гертруда стайн моей любимой цитаты которую я уже приводил где-то в каком-то интервью про то что художникам не нужна критика им нужны поклонники обожать вот гертруда стайн это такая писательница начало 20 века которая в париже там тусовалась пикассо и мг обучала там писательскому искусству в том числе ну как обучал там корректировал анатолий редактором была пускал газетку пьешь плохо сейчас помню и вот есть такая книжка и автобиографии элис биток где она все это рассказывать все это космо атмосферу короче тусовки много там приколов в общем но такая-то фактически документальный книга мг и всякие там прикольчик типа штах мг собрался значит обучить какого-то парня боксировать вот и этот парень его нокаутировал вот и они над ним ржут значит гертруда стань другом культур писатель говорит вот что мг все время пишет рассказы про то каким он хотел бы быть а надо бы ему начать писать рассказы про то значит какой какой он действительно есть со всей этой внутренней психологии вот это была бы великая литература ну короче вот мнение значит гертруда стань обыватели как считают ну не обыватели даже большинство просто считается так что человек который не способен воспринять критику это такой как бы инфантил психологически не выросший еще человек взрослые люди они вот как диаген с фонариком по улице мы ищут критику кто бы и вот покритиковал вот но мое мнение значит известное все это я считаю что это как бы чушь собачья почему как же так что я просто тупо исходя из своего опыта вот я за все время своего существования и такого уж конечно большое но тем не менее таких людей еще не видел не а то от мало значит велика которые бы с удовольствием воспринимали критику обычно любой человек на любом уровне директор какой-нибудь презентует там свою работу акционерам или понятно малыш вот к маме прибежал рисуночек показывает всегда ожидают одобрения никто не ожидают шоу прошу обоснованных стран особенно если творческий акт какой-то до ли чё хотят поделиться вот этим радостью создания смотрите вот я что-то создал и она прекрасно я хочу с вами поделиться этим порадуйтесь вместе со мной но и меня заодно похвалить дайте мне вот эту энергию дайте мне вот поэтому ребенок не ожидает что мама ему скажет ой фуга убери убери подальше вот на этом обычно я думаю хобби у ребенка и заканчивается вот это что касается инфантилизма вот плюс все тот момент какой ну естественно что любой человек который дает какой-то совет самому обычно не следует то есть все кто говорят что ты не умеешь воспринимать критику вот любому этому человеку дашь любой совет любое замечание по любому вопросу и он начинает начну по потолку вот но это понятно плюс еще такой момент меня вот сейчас такие эти в твиттере за то что я вообще даю свой фидбэк на свой фидбэк на фидбэк на фидбэк игроков и игроков и проще говоря слусь с игроками вот и вроде как это настолько профессионально ну и опять все то же самое значит надо уметь слушать критику то что ну вот обычно это значит необычно а часто это дают люди тоже из игровой индустрии которые значит являются какими-то там ну руководителями разработки может владельцем даже компании и тут момент такой очень часто вот эти люди они руками сами ничего не делают являются как сергей бобров любит меня обзывать значит эффективным менеджером то есть он меня разработчиком не считает вот я разработчик я сделал движок я нарисовал значит графику вот это да а ты говорит кто ты эффективный менеджер ты набрал людей которые за тебя все сделали вот ну то что я сам там геймплей делаю там тексты пишу сюжеты ну и так все далее это вообще мечты ну не суть а в некоторых компаниях опять же как я вам рассказывал если там у них геймдизайнер квадратами мыслит художник анимации придумывает то там вообще ответственность максимально размыта просто максимально я как раз когда об этом говорил ну не про эту мысль а про то что я делаю сам и не спрашиваю фидбэка и то что даже вот художникам я не показываю игру до того как она вышла вот он мне говорит ну это же значит все ответственности на тебе ну да на таком еще я же автор а у них ответственность такая размазанная поэтому если значит игра взлетела то всегда можно сказать о классную я собрал команду наладил процессы значит внутри все четко у нас работает как слаженный механизм и вот значит все взлетело вот а если провалилась то чего ну скажите спасибо что такими исполнителями вообще что-либо сделал можно и так это выходить то есть я к чему говорю что когда обосрут в целом игру он всегда может сказать игра то не моя ну как бы обосрали геймплей ну это что геймдизайнер уровни плохие левел дизайнер интерфейс говно и дизайнер ну и так далее если бы если же он в этой игре что-то сделал сам ну хоть какую-то часть я вам как вот сейчас вот простой пример приведу значит создателя который мы на свечу пускали вот он мне назначил типа project менеджера вот который занимался пиаром я за рулем значит но все равно пиаром ну сейчас я тут расскажу историю естественно отклики какие будут что издатель говно значит это были не профессионалы ну и так далее опускаем это понятно что что у меня все говно остальные все делают все очень правильно и хорошо потому что например ну у меня есть как бы инсайдерская информация например про то как люди с девольвером работают я например скажу ну девольвер там так тебя издатель вот на это мне скажут ну во-первых ты знать не знаешь во-вторых там какие-нибудь авторы блэкбука или кто там с ним работал из наших недавних блэкбайбл ну какая-то очень игра не важно какие-то наши наши разработчики очень хвалили говорили что это классная команда вот при этом вы не забывайте что вот в общественном значит пространстве хаить других коллег может только коллагрим вот а остальные ну понятно и коллагриму тоже это добром не хочет поэтому в общем-то ты не можешь взять и захитить кого-то и сказать слушай да этот вообще там не профессионал а этот там говнюк а этот еще какие-то вот потому что сложится вокруг тебя такая атмосфера который скажет ну не 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 с этим лучше как бы дел не иметь вот поэтому не знаю даже наверное я и про издателя не буду рассказывать классный издатель классно провел пиар вот ну коротко коротко значит не будем брать там всю эту пиар компанию великую а просто короткий момент он значит говорит надо сделать описание для ешопа для нинтендовского описание игры я говорю вот у меня вроде на стиме нормальное описание английское русское естественно все хает причем тоже мне очень смешно всегда все хают вот мое русское описание причем даже фанаты мне пишут ну ты же сделал такую вот хорошую игру ну почему же описание такое говно не продающее не продающее у кого-то до сих пор есть иллюзии что бывает продающее описание и как будто бы значит можно написать описание которое просто и про продал а вот это описание погубило сделал ты игру я описание его погубил при этом опять же если мы возьмем там описание ну всеми любимого Деволлера возьмите описание там вообще ничего такого продающего нет ну как бы три строчки написано игра это игра там не знаю катана зира не знаю там что это там какой нибудь киберпанк там про самурая там еще что особенности игры там 10 уровней сочные механики там в общем таком ну может это продающее описание я не знаю ну нет ни суть короче в общем у меня описание не продающее вот но я его все-таки порекомендовал говорю смотрите вот у меня есть описание я считаю что оно продающее вот вот и он такой говорит не 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 ягод как типа профи а он еще значит из какой-то парень этот был он не просто был каким-то значит странным чуваком а он еще в каком-то то ли журнале работал на сайте то ли из не помню не помню с катакон или с гэнда чего-нибудь там онлайн чего-нибудь не помню короче откуда еще он из какой-то медиа оттуда принес значит свою экспертизу и опыт чтобы прокачать на мою игру они все прокачивают своими знаниями проекты с любого берем и он как раз и начинает сразу прокачивать ну и короче в общем он прокачал и говорит мне да описание конечно нормальное но как бы немножечко не то сейчас я подкорректирую свою экспертизу несу и сделаю описание ну ладно а я как бы тоже такой человек я думаю блин ну то есть мне дали критику сразу такой что описание не то ну ладно думаю ну какой то давай посмотрим то есть я уже тоже иголочки выпустил ну так про себя конечно в комнате ему ты тоже не выпустишь потому что там тоже прикольчики есть может расскажу как особо не по не по выпускаешь короче сразу на место ставится ну и короче заканчиваю все это преамбула короче говоря взял он мое описание и передвинул два слова вот так ну вот реально вот камера реально вот так вот было там знаю школьник ринга он писал ринга школьник ну приблизительно вот того вот такого и говорит во все теперь вот этот топ вот я так посмотрел думаю ну понятно ясно вот и было бы значит какая-то штука такая тоже он говорит вот я вы сделаю такой твит то есть он твит со мной согласовывал твит это как бы вам намек на то какая была пиар-компания вот я выпущу такой твит с таким описанием я думаю что это как так себе описание и все как только я значит сказал что так себе описание тут же тут же ему очень это не понравилось никакой критики он не воспринял вот тут же превратился значит в младенца плачущего и так далее ну это я так утрированно говорю к тому что значит тут же он стал проявил инфантильную реакцию как и все люди ее проявляют когда им дают критику особенно если в лицо заканчиваем значит с этим посылом то есть критику я считаю что все воспринимают именно так при этом опять же то есть 90 процентов людей критику воспринимают как инфантилы но при этом 90 процентов людей прекрасно воспринимают критику когда они идут чему-то учиться опять же от мало до великого любой человек который пришел в какую-то секцию ему тренер объясняет то он на полу не начинает валяться значит в истерике что ему сказали что это не так а вполне нормально обучается потому что он за этим и пришел то есть когда ты приходишь к человеку за знаниями и предполагаешь сразу заранее что он находится выше тебя значит более авторитетно ты сразу в таком положении склонился сенсей научите меня то естественно ты воспринимаешь эту критику абсолютно адекватно так как в общем то и нужно ее было воспринимать но когда ты вот солнышко нарисовал то конечно там уже не на критике но тут еще момент такой значит игры у нас теперь какие точнее как у нас избавился игрок но раньше грубо говоря игра это был такой некий дар игроков ну так я вот что да ну так или иначе это было какой-то вот ну как художник нарисовал картину и показывает смотрите вот суть какая картина фильм вы пришли смотреть и так далее вы являетесь как бы он является автором режиссер а вы являетесь зрителем так же как игрок был просто игроком а теперь игрок не просто игрок он как бы акционер акциях этой игры которую он купил он является совладельцем игры и говорит такой что это такое я значит ну хотя бы он не может быть не акционер но как минимум он клиент клиент вот этой игры клиент всегда прав и поэтому он говорит как то так вы мне здесь не дали вот такую вот настройку почему это я музыку не могу там тише сделать хотя может быть дизайнер там задумал так что у него все вся музыка и вся там психология момента решает а ты ее тише сделать может он там не знаю три часа сидел выравнивал этот звук в какой-нибудь там сцене чтоб здесь вот шаги тихо слышались а здесь громко слышались вот ну ладно хорошо а я вот хочу взять я же купил ее вот она она теперь моя я хочу хочу с ней то иди ну иди поди скажи там кто у вас теперь любимый режиссер старый режиссер это говно теперь тоже как будет все выяснить вот а новые я не знаю какие то есть наверное хорошие популярные новые режиссеры хотя если так вот читать комменты то как бы не очень понятно вчера вроде бы там я не знаю Киану Ривз был молодцом и Джон Вик был классный фильм сегодня Джон Вик говно там ну и так далее ладно может все вдруг стали клиентами и акционерами и теперь значит они от всех требуют великого качества не знаю вот возвращаясь опять к мысли мысль в том что игрок воспринимает это все так есть действительно игры которые значит задумываются как некий такой продукт или сервис где сама игра как-то предполагает то что вот вам дали какие то там я не знаю кубики и вы из них играете может так можно редак настройки по этому предполагается вот и все прочее дополнения какие-то кидает здесь конечно же логично слушать игроков ну фактически вы для них и сделали сервисы как какой любой любой сервис там я не знаю программ какая-то фотошоп там то же самое еще что-то вот его делают не для себя а для людей не для того чтобы перформанс какой-то провести а для того чтобы люди вот им пользовались так же вот игрой вот пользуйтесь моей игрой ну играйте в игре а я вам значит если вам что-то не нравится я изменю это естественно совершенно нормальная позиция фидбэк поэтому здесь соберем его отфильтруем запишем дадим значит поставим в план и будем отслеживать как его разработчики выполнят вот ну если же это какое-то особенно вот такое более художественное произведение игра ну не знаю как ну можете вы себе представить чтобы там как его зовут я знаю Леонард да Винчи в такой позе стоял значит рисовал картину и стоял и говорит как вы считаете уважаемые значит зрители достаточно ли я вот здесь фумато использую или может быть не стою ну это же как абсурд вот он показывает максимум чего он может он может расстроиться если не понравилось или порадоваться если не понравилось вот в принципе две реакции какой тут может быть фидбэк от кого как я не знаю вот кстати касательно Леонарда Винчи и созданию клонов вот старые мастера в принципе так и учились они приходили и срисовывали там фрески предыдущих мастеров на этом срисовывании учились приемы поэтому в создании клонов ничего зазорного нет это как бы еще вон в эпоху возрождения наверняка и и того дальше теперь значит дойдем все таки до самого фидбэка вот все таки игрок как бы настоял на своем и сказал нет все равно я хочу дать тебе свое мнение вот оно получи тут тоже появляется много моментов первый момент очень часто игрок описывает не вашу игру а сравнивает ее вот с той игрой в которую он хотел поиграть вот он увидел с крышетку о это битмап о я в детстве играл в такое да 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 мы там с пацанами да там какие то вот такие большеголовые были а да офигенно сейчас я блин зарубимся раз начинает играть а это ринг он такой типа что такое это же был веселый там битмапчик мы там бегали я думал это такое будет я думал ты как бы продолжать литра-одинцы куни-куна а это что за херня такая ну и тогда то есть он оценивается той игрой в которую он хотел поиграть вот он почему-то предположил что будет такая игра так ему захотелось и он сравнивается насколько мне оценен вот этот филлэк зачем мне знать в какую игру он хотел поиграть ну как бы окей в квтват хотел поиграть я понял да ну извини я вот и сделал другой ну что что сделал так получилось я вот не смог прочитать мысли твоей так поэтому я вот закрыл например тоже обсуждение последней игры потому что там тоже самое а А, начал делать жрпг О нет, только не жрпг Зачем жрпг? Нет, ты же Нет, надо, чтобы ты сделал Новую школьную, значит, игру Ну, какое-то время прошло Значит, так совпало, что действительно я стал делать школьную игру Тут же, значит, тоже оказалось Что-то не так, не то По-другому они хотели Вот, добавил Пошаговые бои О нет, только не пошаговые бои Надеемся, это как бы не финальная механика А можно сделать, чтобы были и пошаговые бои И такие, и думаю, ну, ребят Не можете следить За разработкой Ну, давайте Не будем этим заниматься Вот, поэтому Вот Вот это один из типов Еще, кстати, есть такая, значит, иллюзия Что, если вот не просто говна навалить А структурированного Значит, разложить по баночкам То как будто бы это вот Лучше должно восприниматься Это Структурированный фидбэк Так называемый Откуда такая иллюзия взялась Я знаю, но Как бы Говорю вам, что нет, ребята То есть, точная канала розами не пахнет Как бы там Она не была огорожена и рассортирована Сбился, но еще тяжело мне за дорогу Так, а что я говорю Да, про то, что Дают вот это А, еще момент По поводу этих самых Что так нельзя инфантильное Тут же еще момент какой Опять же, меня хаят, что я Пристально Прилюдно вот это Начинаю, значит, спорить с игроками Там и так далее Но, типа, это вообще такой моветон И опять же, я так Чуть ли Последним словами меня называю Ладно И почему-то люди тоже предполагают Что это как бы не профессиональное поведение А профессиональное поведение Заключается в том, значит, что Вы спокойно на это реагируете Но вы-то не видите, как реагируют Другие разработчики По факту-то они мне пишут В личку потом Типа, Ела, спасибо Что хоть ты высказываешь Вот эти вот Весь этот негатив, который мы ощущаем Потому что В нынешней, значит, культуре Это просто вот прям Ну, как бы Себе самому наступать на ногу Все это высказывать Потому что популярность это не добавляет Подписчики сразу записываются Ну, толку в них Не так много Но, тем не менее В общем, ты получаешь только негатив Вот А почему я это делаю Все равно знаю Потому что Иногда бывает так Что мне просто Некому это высказать А этот гнев Тоже как бы Вот это Раздражение Тоже хочется с кем-то разделить Если я вот сижу Со стола там Я в основном сижу В чате Ну, собственно, не в основном А вдвоем мы там и сидим Раньше сидели втроем Это я тоже 200 раз 250 раз говорю А теперь сижу один Так, надо бы парковку заплатить Ну ладно Ну вот Теперь сижу один И, короче Когда она там находится Какая-то вот такая вот ситуация происходит Ну, как Который меня злит Я просто сразу туда иду в чат И говорю Вот, сто Вот эти там дебилы написали То, это, то, это Выговорился Ну и все Ты как бы Выдохнул Она это подтвердила Говорит Да, идиоты Все так и есть И вот Ну и ты, в общем, успокаиваешься Вот Поэтому те разработчики Которые вот это сидят Они просто не несут сразу На улицу А там у себя Внутри тоже Поещали Покричали Пообсудили В курилке Там, я не знаю Пообзывались Бычками покидали Японцы вон вышли Этот Палкой побили Куклу босса своего Вот И все успокоились И как бы пришли Такие Да Спасибо Спасибо за фидбэк Мы справимся И так далее И когда стоят в чате Мне, в общем Тоже я никуда не выхожу А когда ее нет А такое, в общем За последнее время Было много По разным причинам Ну вот Ну и вот я сижу Один месяц Два Три Там Четыре И вот это вот Негатив Копится Копится И в какой-то момент Он, значит Переваливается И хочется уже Хоть где-то его высказать Хоть где-то Выплеснуть его Из себя И соответственно Я просто иду в твиттер Значит Отписываюсь Собираю еще больше Негатива Понятно Вот Потом я Либо как бы Отдыхаю от твиттера Либо последний Удаляю И так далее Ну собственно Удаляю Потому что я уже сказал Успокоился Мне в обратку Значит накинули Чтобы дальше Все это не обрастало Вот комом А негатив Он же так и обрастает То есть ты вроде Кому-то сказал Тут ты отреагировал И вот это вот Покатилось 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 Пока все Значит не накрыло Вот Это соответственно Возвращаясь к этому Теперь к фидбэку Значит Вот это дали фидбэк Теперь Предположим Что дали фидбэк Ну он нормальный Под нормальным Что я подразумеваю Игрок хотел значит Играть в ту игру В которую вы хотели То есть Вы сделали битэмап Он играет в битэмап Вот И тут он вдруг Ну дает какие-то реальные Вот советы Ну например У вас комбинация была Плохая Из плохих ударов стояла Он говорит Слушайте Ну если вот здесь Вот вместо значит Там Такого удара Мы заменим Там на апперкот Например То будет лучше Ну вроде бы Дельный совет Ну вот опять Что с ним делать Если Разработчик его принимает Ну что тогда Надо этого игрока Наверное в кредит Тогда записать Да Как Ассистента По созданию геймплея Ну по большому счету Правильно Диалоги Может там кто-то Сюжет Подкорректирует Ну как бы Это уже С каждым Вот таким Выполненным советом Игра все меньше И меньше Становится вашей Это раз Во-вторых Ну хорошо Он вам дал Этот совет Значит Вы в принципе Уже тоже признали Что вы Как бы Плохой дизайнер То есть Сами вы не справились Ни с геймплеем Там Ни еще с чем-то Вы стали слушать игроков Они значит Вам дают Возникает еще другой момент Тут придет еще Три других игрока И другой скажет Нет Надо другой удар добавить Это Кого слушать Непонятно В чем Этот опрос сделаем Смешно То есть Из этих Надо выбирать Кого-то одного И его слушать А дальше Его в команду набирать Ну то есть В следующий раз Вы как будете делать Как я уже говорил Что Суть основной игр Это вот Не структура Там Не вот это вот Все прочее Это все так Этому можно научиться В общем-то Легко проверить Все это Но главное Это вот эти тактильные Как раз механики И то что делается На чувствах Вот конкретного дизайнера Длительности Тайминги Прыжки Там И так далее Ну и вот Если вы не умеете Делать Эту комбинацию А ее сделал за вас игрок То в следующий раз Как вы будете делать Ну как вы этому научитесь Ну не знаю Ну предположить Можно конечно Что вы посмотрели А он вам дал такой совет И вы как бы Куда-то там продвинулись Наверное Но при этом Вот придется встать В такую позицию Опять Игроки Научите меня Как игры делать С такой позиции Игру выпускать Не знаю Ну то есть Тут вот такая спорная В общем теория получается Сказать что прям Фидбэк не нужен Я не могу И не буду Но сказать что он нужен Я тоже не могу Насчет полезности Ну тоже такое Если вы обучаетесь То естественно Как без фидбэка никуда Но это просто обратная связь Как вам говорят Все нормально Если эта игра сервисная Для игроков Вот делается То тоже без обратной связи Не обойдется Но если вы Какое-то вот Своё авторское видение Пытаетесь выразить В какой-то игре Или сами Сами знаете То в общем Я не очень понимаю Зачем нужен фидбэк И напоследок Про целевую аудиторию Значит Всегда нужно помнить Что если вам Нравится самому Какая-то вещь Какая-то игра То это значит Что она нравится Не только вам А еще какой-то группе людей Потому что вы сами Тоже являетесь Как бы представителем Некой целевой аудитории Поэтому ее в общем-то Не нужно искать И как-то формулировать Формулировать Потому что вы вот Вы уже и есть Целевая аудитория Если вам нравится Значит есть Группа людей Большая она и маленькая Нишевая это будет Целевая аудитория Или какая-то крупная Ну это вопрос Насколько вы такой Супер уникальный человек И делаете какую-то Уникальную Уникальную игру Или она более Такая массовая Получится Но тем не менее Так как опять же Все механики Вы затачиваете Под себя Если вы сами И есть Дизайнер Вот То и делаете вы На ту целевую аудиторию В которую вы входите И остальных людей В общем-то Вы можете не слушать Потому что они Скорее всего Из другой целевой аудитории И сделать игру для них Под их ощущения У вас все равно Вряд ли получится Вот Я уже по кругу Начал говорить И мне пора Ити Всем спасибо За внимание Вот такой выкс Получился Все, пока Так, и бонусный контент Коротенький Поведем Пока ходил Вспомнил Чего еще забыл сказать По поводу По поводу поваров И блюд Ну что Не нужно быть поваром Чтобы определить Нравятся тебе блюда Или нет Ну это естественно Чтобы определить Пересолено Или не пересолено Нужно Значит Вкусовыми рецепторами Обладать Понятно Не надо для этого Уметь готовить Но вот понять В какой момент Было пересолено Почему Получилось Пересолено А что Можно было Попробовать Сделать Чтобы было Не пересолено Вот этого Вы уже сделать Не сможете Посоветовать Повару Для этого Уже поваром Нужно быть Готовить Похожее блюдо Желательно Ну или вообще Хотя бы В готовке Разбираться И этого почему-то Никто никогда Не учитывает Если им кажется Что они могут Значит на бунку Еще Такой есть момент Что соответственно Когда игроку Игра нравится Ну или вам там Произведение какое-то Фильм понравился Да вы на многие Моменты Закрываете глаза А если он вам Вот чем-то Не понравился Ну не знаю Девушка даже Какая-то Не понравилась она вам И вы начинаете Уже выдумывать Что ногти не те Улыбается она Там не так Одевается не эдак Уши оттопыренные Ну короче Начинается вот это Докапывание До мелочей А когда она нравится То И уши нормальные И за рта Не так сильно пахнет Ну и Все прочее То же самое и здесь Если вам игра понравилась Все классно На все Можно там Закрыть глаза Здесь баг Здесь это Здесь то Здесь там Сюжет не очень хороший И так далее А как игра Ну не нравится Чем-то И игрок Не всегда понимает Чем ему не нравится Он начинает Вот это Объяснять Свою нелюбовь Вот всеми Возможными способами Это не то То не так Как будто бы Ему кажется Что если бы Вот Интерфейс был бы Другой Он бы игру полюбил Ну или там Еще какие-то вещи Понятно То есть если в базе Игра нравится Она нравится А если она не нравится То начинают Вот это вот Придумать Там все что угодно И ценность Такого фидбэка Соответственно Точно так же Батна И про пользу Фидбэка Пример хороший Вспомнил Есть писатель Такой Олеша Который написал Трех толстяков После трех толстяков Он стал таким Всенародным героем Тоже как обычные Критики его Значит Облизали со всех сторон Сказали что это Вот великий мастер Новый Ждем от него Новых совершений И так далее И вот то ли вторую То ли третью книгу Не помню Успел он вторую Написать или нет Короче вторая Или третья Вышел у него Такой роман Не очень большой Может даже Этой повести Можно читать Хотя мне кажется Все таки роман Зависть называется Это такое Очень мощное Произведение Сплав Такой Достоевского И Набокова Интересно Сам по себе Уже смесь Такая интересная Вот Ну единственное На мой вкус Что там плохо Это концовка Ну тоже Кто я Кто 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 Алиш Выдал Свой Фидбэк Но тем не менее Концовка Там такая Какая-то Смазана Вот Но все равно Мощь видна Хотелось бы Вот Чтобы дальше Человек Человек Творил Но Что произошло Произошло То что ему Выдали Вот этот Ушат Критики Не помню точно Где Возможно На союзе Писателей В общем Сравняли С говном До такой степени Просто Морально Уничтожен Вот И после этого Олеша Не писал Нигде Никогда И больше Ничего Не выпускал Так как Удовольствие От процесса Он получал То соответственно Он продолжил Писать В стол Дневник Какой-то Вел Еще чего-то Вот Какие-то Его записи Вышли Уже после Смерти По-моему Под общим Названием Ни дня Без строчки Но Официальных Вот книг При жизни Он уже Не выпускал То есть Настолько Вот его Загнобили Ну вот И думайте Был ли смысл В этой критике Ну мы даже Уберем то Что возможно Она там была Какая-нибудь Политизированная Или еще какая-то Неважно Все знают Случай Когда вот Кого-то Обосрут так Что уже И не выплывешь Оттуда Так там И утонешь Нужно это было делать Принесли они Пользу Конструктивом Своем Или нет Думаю Вопрос Металлический Вот На этом Вроде бы Все Что по поводу Фидбэка Хотел сказать Сказал Хотя наверняка Сейчас Поеду Еще что-нибудь Спомню Но Ладно Пусть в запасе Пара историй Всегда будет Вот Вот такой Бомсный контент К ролику Я их Вместе Сошью Благо Это не так Сложно делается И вот Сейчас Приеду домой Все Всем пока Буду Следить За дорогой